Вятские старости В газету «Северное слово» сто лет назад обратились служащие городской прачешной, рассказав корреспондентам о неправильных действиях по отношению к ним и хозяйке. В прачешной мастерской Косинской нас просят обратить внимание, что госпожа Косинская поступает со своими служащими не совсем надлежащим образом. Помимо того, что она заставляет работать своих прачек как валов, она еще очень неаккуратно платит жалования. Так одна из работниц, выписанная Косинской из Варшавы, не может получить с последней своей мизерной платы уже несколько месяцев. Жители Старой Вятки сто лет назад слушали Санкт-Петербургскую оперу, которая приезжала к ним со своими спектаклями, о чем сообщала газета «Северное слово». Со второго дня Пасхи начинается ряд спектаклей «Товарищество Санкт-Петербурга» оперных артистов под управлением Бихтера. В течение пасхальной недели пойдут оперы Евгений Онегин, Фауст, Пиковая дама, Аида, Кармен, Борис Годунов и Ромео и Джульетта. Спектакли пойдут полностью с оркестром и хором, и судя по солидному составу сил, они обещают иметь большой художественный успех. Пвятские старости. Новости из прошлых столетий.